На предматчевой тренировке ФК Одесса атмосфера боевая. Не зря небесно-голубых называют фарм-клубом Барселоны. Комбинационный футбол и игра в касание их – отличительные черты. Поддержать друзей пришли и бывшие горожане Сергей Любчак и Александр Касырин. Он просто поддерживает форму. Мы начали играть вместе за ветеранов, он включился. И естественно у него давно не было тренировочного процесса. И он попросился поработать с нами, хоть чуть-чуть привести себя в порядок. Только начал работать с нами и сразу же вчера забил за ветеранов два гола. Путевку в жизнь Андрею Викторовичу дал наставник тернопольской Нивы Игорь Яворский. В 88-м году он работал под руководством главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко. Его наработки Игорь Петрович использует сегодня в работе. Я много чего подчеркнул этого тренера, потому что приятно работать с человеком, который имеет большой опыт. И, конечно, те занятия, которые он проводил, я честно скажу, что ряд из них мы включаем в свой тренировочный процесс. Состав тернопольчан защищают игроки с опытом выступлений в премьер-лиге. Василий Тавкадский, Игорь Мельник и братья Баранцы. Едва приехав в Одессу, футболисты Нивы сразу отправились на тренировку. Именно Григорий Баранец открыл счет в матче. Игорь Мельник принял мяч штрафной, находясь спиной к воротам и аккуратно отпасовал назад. Набегавший Григорий отправил мяч в притирку с левой штанги с 19 метров. Кроме голевой передачи, Игорь Мельник записал на свой счет еще и второй гол. Я обігрався з партнером в стенку, він мені закинув защитникам за голову мяч і виходилось так, що холоднокровно зіграв і спокійно переправив мяч майже в пусті ворота. Ми рік працювали, ми працювали цілий рік. І сьогодні цей поєдинок, він не знає, який міг підтвердити, чи ми йшли правильним шляхом, чи ми правильно працюли, чи ми правильно все робили, чи все-таки нам ще потрібно багато працювати. Одесситы виглядели достойно, але отыграться не сумели. Футболисты понимали – це последня игра на стадионе «Спартак». Даже выезд на ответный поєдинок был под вопросом. 99% що нічого не буде. Вже. Я можу уже смело це сказати, тому що я этого ждав довго і нічого обманувати друг друга і все це. Уже даже, наверное, под вопросом буде виезд, тому що на це ж треба средства знайти. А де їх знайти смысл, щоб туди їхати? Тем не мене, матч в Тернополі состоялся. Одеса уступила 1-4, единственный мяч с пенальти провел Константин Балабанов. Перспектива гаражан туманна. А вот Ниву ждет первая лига і розвитие футбола. Скоро условия і для дітей, і для професіоналів в Тернополі будуть на порядок вище одеских. Ми зараз хочемо презентувати і започковати будівництво одного з найкращих в Україні – футбольні академії з багатьма футбольними полями. У нас під це вже виділена земля, вже зроблено проєкт. Ми буквально через маленький срок презентуємо той проєкт Тернополянам. Якщо нам все вдастся там вирішити, деякі питання є по фінансованию, я думаю, що скоро Нива буде мати дуже серйозну інфраструктуру. Одну з, можливо, найкращих в Україні.